здравствуйте дорогие мои видео зрители подписчики моего канала друзья всем привет от меня мой канал все про всю жизнь деревни вот сегодня хочу вам делать такой маленький обзор у нас идет мелкий дождь моросит вот так вот снег раскидали никак не тает он никакого весеннего настроения заколебала это все грязь снег хотелось бы уже давно в апреле прошлого года мы уже в теплицах все высеивали капусту сеяла и редис спряталась лежит все так мрачно надеюсь за две недели это все растает но не очень-то я верю в это конечно вот такие вот груды и завалы сейчас пойдем в сарайку пришлось мне моих цыплюшек эти две курицы там еще одна гуляет перевести такой загончик где раньше жили мои овечки вот стена тоже уже там пусто поэтому овец перевели в другой загон сеновала основного уже стена скидываем а здесь вот цыплятки вот перевела их сюда здесь вроде бы как бы нормально утром их кормила все раскидали расшвыряли ни воды и зерна не осталось хотя им высыпаю все ближе к обеду я кормлю обязательно вот эта порода кучинская вроде бы как бы освоились на немножко еще боятся меня кучинская юбилейная уже ровно месяц этим цыплюшком здесь по моему даже если меня петушок это его замечала но выбирали всех курочек хотела взять 5 курочек потом думаю нет надо 7 побольше потому что яйцо подорожало до изначально заказывала яйцо кучинскую юбилейную прождала две недели потом поехала в город поставок нет чехия закрылась на карантин яйцо с каждым днем дорожает к маю сказали еще будет дороже кучинское яйцо стоило 50 рублей сейчас на данный момент она стоит 90 и тем более еще и поставок нет то есть ладно я на все это дело уже плюнула и вот решила уже с хозяйства взять вот этих вот юбилейных кучинок думаю уж ладно пусть будут цыплятки и еще заказала яйцо с частного хозяйства мне мужчина собирает зовут его николай с города собирает мне яйцо на трех разных пород но не так много потому что у него тоже как бы семьи маленькие кур где есть две курочки петушок где 5 курочек петушок на следующей неделе привезут мои яйцо заберут и привезут домой или сын или муж так узко у нас там кричит кузя ты чё там кричишь кузя эй да вот кричишь ты меня защищешь ходишь так водичку налью вот видите они еще боятся но так-то все шустренькие вот это по моему петушок вот он стоит на одной лапке сейчас покажу здесь у меня получится вот этот петушок мне так кажется ну не знаю может быть и тоже курочка брали помельче потому что точно уже знаем что если мне помельче это это курочки головки у них аккуратные крылышки аккуратные хвостики есть то есть это как бы сказать ну в общем курочки вот ну наверное один все таки вот этот петушок ходит который все время разбрасывает корм сначала кормила стартовым кормом потом думаю нет не пойдет все таки они домашние не на мясо яйцо будут нести поэтому решила их перевести на пшеницу и члене данный момент я их кормлю ячменем вот пусть доедает все что здесь есть все доедает нагребли накидали ну куры и шкуры такие они ладно пойдем дальше чё соскучился прям не можешь соскучился красавец дождь идет домой пойдешь дай лапу не хочешь да да ты же любишь мой молодец сам гладится хороший котейка кузичка наш молодец красавец наш ну давай потряси потряси от меня давай как ты любишь да спустить тебя надо нет красавец сам спускайся пойдем обход делать пошли нет нет не домой я сейчас обход буду делать два лапы протирает сейчас наследишь так вот тут вот у нас козел все перепрыгивал забила две доски замучились прямо вообще козел перепрыгивал козы тут такой сабантуй устраивали моей поместные курочки калашейки вот петушок курочка две курочки такие галашейные два петушка до двух я убрала на мясо правило в город своим мясо поесть вот козла мы тоже убрали зарезали мадам овечка полу романовской хорошая девочка это ромашка вот не знаю ромашка по моему должна быть покрытой двух баранов я продала потому что они мешали тут всех обижали то есть у нас на данный момент остался один барашек черненький от ромашки будем ждать когда вырастет тут две девочки козюшки остались вам показать ты опять тут бандит со мной везде ходишь красавец мой вот наши овечки прокалывать их ничем не стала потому что боялась боюсь что они беременны две овечки как всегда у меня остались потому что они у меня самые-самые такие плодовитые хорошие вот эта овечка крупная эта овечка чуть мельче но она очень плодовитая нынче она мне принесла 4 ягненка это принесла трех один к сожалению погиб ну две девочки остались вот тоже надо когда снег растает буду переводить их в загон на другом участке здесь уже наверное переведу коз да вот мы все смотрим что там кто там со мной ходишь то обследование делаешь это меня кушает хорошо в обед дам сено снова воды поставлю соль насыплю соль насыпая вот туда вот такая штучка есть прибитая как ты покориться что ли вот они подъедают хорошо кушают воды много пьют по два по три ведра обычно сено очень хорошо едят съедает ну вот остается то что вот на полу солома . видите какое пятнышко у овечки вот это баран был миронос русская порода вот и покрыл и эту овечку романовскую получились вот такие вот ягнятки курочки несутся хорошо тоже собираю яйцо на инкубацию так это что-то курочка эта курочка у нас старая это помоложе нанесут очень крупные яички здесь у нас жили две козы манья и кнопа я их перевела потому как они две хулиганки утром доила их я даю в кочегарке в кочегарке теплее да где козы там разгром это сразу понятно ясно тут у нас мешки стоят зерном и постоянно залазит козы они у нас скалолазы постоянно залазит вот на эти все бочки и съедая зерно я боюсь как бы они не испортили себе желудки не переели потому что вчера явно было пол мешка зерна разбросано по земле слава богу что куры у нас подъели кое-что а кое-что мы вот собрали ведро вот вот так вот они рассыпали нам все эти и теперь я как бы решила их опять тут решила их закрыть закрыть здесь сарайки в основном мучение с этими козами козла сюда закрывали розетку вот раскурочил то есть мы зарезали козла убрали сейчас мясо не получил хорошая молочная такой вкус еще но не без запаха я просто была удивлена козлу было год вот теперь манечка манечка у меня как бы действительно линяло и у нее был мне казалось что это чё это такое мань ты чё делаешь не поняла это что за джага джага танцы мансы обжиманцы так манечка у меня очень сильно облазила я очень сильно переживала думала неужели у нее лишай прям шерсть она так теряла что было просто было просто вся лысая просто у нее скорее всего это был было линька как будем говорить вот сейчас она себя чувствует прекрасно я ее проколола витаминами как мне посоветовала марина кнопочки тоже ну вот превосходно сейчас себя чувствует на хорошо нормально маня ты чё делаешь понять не могу молока она стала давать больше почти два литра а ты хулиганка вот кнопка у нас хулиганка мало того она зерно везде раскидывает мешки рвет еще и сена кнопа она нельзя же так вот такая хулиганка малолетка потому что вот и хулигане молодежь сейчас нынче не очень послушная сколько с тобой вот не получишь больше столько сена портишь кнопочку точно так же я проколола седимином и витамином но скорее всего надо будет посмотреть козла подпускали если не будут огульные значит придется их прокалывать и вермеком вот опыт и конечно у меня такого сильного нет насчет коз но все равно как бы сказать содержать я их умею знаю как вот так пойдем дальше отдыхай тут водичка у тебя есть навоз мы пока еще убрать не можем так как совсем снег не растаял вывозить сложно грязюка это еще наверное месяц уйдет на то чтобы везде все подсохла территория нас заснеженная вот только меня облизывать умеешь кушать меня умеешь да и что у нас остается у нас только поросята показала бы вам какие кормлю но я не могу одной рукой снимать и одной рукой кормить как у меня две вот остались две мои хрюшечки здесь тоже надо прибираться все чистить мы будем ждать мужиков нам женщинам не под силу конечно столько выгребать ну куда пошла нет нет дождь на улице грязюка куда я вас отпущу курочки ходят свободно петушка нашего голоса нет навоз тихонько преет курочки поют ну на данный момент вот так вот у нас все выглядит так еще что можно сказать надо яйцо посмотреть может быть уже нанеслись каждый день прибираемся нет пока не нанесли одно яйцо только а нет есть яиц яйца вот яички до вечера нанесут эти яйца наверно поставленную инкубацию потому что они ровненькие не очень большие как раз по весу под подойдут без дефектов в общем чистенько хорошие и она еще теплая так что можно будет поставить на инкубацию так кармане много другом ничего сейчас переложу сарай тоже надо будет обметать красить работы много сейчас пока конечно мы не будем этим заниматься надо заниматься в сухую теплую погоду вот будем обметать будем белить обрабатывать все немножко еще подождать немножко терпение конечно уже нет пойдем домой давай эти я возьму на ручки пойдем потом не надо будет что-то эта курочка приуныло это мне надо будет выйти всем водички дать покормить всех вот так вот у нас грязь ну куда деваться давай спускайся иди сам по снегу уже многие будут грязные как раз просрежь помоешь альфа тоже лежит вся такая дождик вроде прекратился подписывайтесь на мой канал ставьте лайки друзья всем большой привет от меня всех люблю уважаю ценю пока пока